И это расскажет вам, где вход в хелл. Так что все эти объекты не написаны в игре в любом месте. Это просто что-то, которое в коммунистике нужно открыть. Это серьезные шаги, чтобы выйти в хелл. Так что, когда он уничтожит Олмак, он сделает Олмак уничтожить в хелл. Сарус, ты меня слышишь? Да. Слушай, а что со стрима-то он лежит? Стрим только что лежал, сейчас поднялся. Ага, я понял. То есть, у нас он почему-то туда-сюда скачет, при этом у меня он не падал. То есть, ОБС показывает, что он упал лишь один раз, ему сразу подняли. И у меня 6 минут уже стримится спокойно. Да, неожиданные просяды. Я не знаю, почему это происходило. Вот, и мы еще пока не дошли, да. Да, пусть Сайрус поприветствует всех. Он будет помогать мне комментировать дальше. Так, так же это наш модератор. И человек, который отвечает за мубота. Очень хорошо на него отвечает, между прочим. Он нас дальше ждет. Будет ли крипт в некроденсер или сразу варакроу? Скорее всего будет крипт в некроденсер, потому что по идее они там достигли цели или нет. Крипт в некроденсер очень, кстати, классная игра, но давайте сначала дождемся, пока не дают до Ада. Итак, они дошли до Ада. У меня говорят, что тихо слышно. Тебя слышно, да, не так громко как следует. Алло, а вот так? Лучше. Ну, это давайте немножко фонит. У меня тут просто обогреватель работает, и я его могу выключить. Так лучше? В принципе, да. Ага. Ну, значит, буду мерзнуть. Итак, возможно, я сделаю тебя погромче, и все будет окей. Сейчас посмотрим. Просто давай, короче, включай, и можешь сделать потише себя, и я сделаю тебя погромче. Скажи что-нибудь. Алло. Да, все супер. Итак, мы достигли Ада. Как бы не странно звучало. Одна из самых сложных... Одни из самых сложных подземелий в спелланке. Так, то есть спелланке еще идет, поскольку. Да, там идет сейчас... Проблема именно... Ой, сейчас идет дополнительная цель. Это прохождение Ада. Халоран. Видели, они просто прижали игру заново, дошли до Золотой Головы, и спустились в Ад, прыгнули на нее, пока она не утонула. На самом деле, говорит, необязательно убивать голову, если правильно застакать бомбы, можно встать на них и зайти точно так же в проход. Но они не солидно делают, потому что это очень опасная техника. Напоминаю вам, что это Рогалик. То есть, если где-то персонаж умрет, то он начнет с самого начала. Поэтому умереть тут, в этой игре, правда опасно. И так, как вы видите, сейчас они ждут, пока умрет владелец магазина, который сейчас сходит с ума там в этой маленькой... как это назвать, я не знаю, в маленькой яме. Вот, и он, в принципе, мог бы спрыгнуть его наглую при битве с помощью Шатгана, но у Шатгана есть плохая особенность, что он мог бы его откинуть. И если бы что-то хотя бы застанило нашего спидраннера, то он бы умер. Кстати, у тебя босс уже виден? И сейчас финальный босс, вот у меня только сейчас, вот, собирается с ним драться. Поверить, насколько у нас отличается задержка, потому что я открыл официальный стрим. Угу. Я, давай... Ага, я тебе понял. Вот сейчас он мне только что взорвал его голову, мы можем просто судить. Да-да-да. Сейчас он перешел в следующую зону, открылся новый персонаж, и Айси хлопает, верно? Да. Отлично. Значит, мы не отстаем. Без ресетов, с первого раунда. Очень хорошо. О, мэн, я думал, что ты возьмешь голову Граба, и шарик его вокруг. Айси хлопает. Ну, я, наверное, мог бы... Это хорошо. Да-да. Так, а следом... Возможно, нас ждет... Эээ... Криптов Некродэнсер. Очень интересная музыкальная инди-игрушка. Которая очень сложная, потому что он будет играть за коду, у которого лишь пол сердца. Я расскажу, что это значит, когда игра начнется. Я как-то играл в нее, но, кстати, так и не прошел. Слишком сложно для меня. Я видел людей, которые спидранили Криптов Некродэнсера, но сам не играл. Только помню, что там очень хороший бит. Да, музыка там очень хорошая. Итак, и это все. Это был Спилланки. Спасибо большое спидранам, спасибо большое разработчикам, которые присоединились на стрим. Напоминаю, что неглубокая ночь, поэтому там не так много народу в зале. Сейчас один из создателей игры говорит, что он пишет специальную книгу для Спилланки, именно для боссов. То есть, в принципе, скорее всего это будет арт-бук. И эта книга будет о том, как разрабатывать Спилланки, какие решения были приняты во время его разработки, и так далее, и так далее. Много чего интересного будет в этой книге, и это будет первая книга, которая будет написана именно разработчиками. Обычно книги пишут никакие люди, не связанные с разработкой игры. Продолжение следует... И это не так долго существует, так что... Иногда, в следующем году, в принципе, люди будут слышать об этом. Мы обязательно будем играть. Спасибо, ребята, и спасибо AGDQ за эту планку. Спасибо большое. Спасибо большое. Представитель говорит, что у него в планах следующая игра, но он так о ней не расскажет. Но в следующем году, наверное, уже что-то о ней будет известно. Так, и на самом деле, я думаю, пока мы готовимся к следующей игре, я ставлю вас на Сайруса, вы немножко с ним познакомитесь, он познакомится с вами, хотя вы уже все его знаете из чада, наверное. Вот. А я немножко пока отойду по делам. Я думаю, Сайрус будет не против. Окей, только если что-то упадет, то я там... Не-не-не, если что, я вернусь, я просто отойду на пару секунд буквально перед раном. Спасибо. Спасибо. Сейчас играет музычка из Final Fantasy такая, качевая. Еще примерно полчасика, скорее всего, нас разбудит Crypt of the Necrodancer, потом Lara Croft and the Guardian of light, где я начну свои комментарии по полной. И после этого мы продолжим с мини-блоком игр жанра бит и мап. Да, будет Эндетта, Симпсоны Аркада, Данженс и Дрэгенс, а потом две игры по Метроиду. Альпака осталась со мной, теперь я точно уверен, что стрим не упадет, Альпака за ним наблюдает. Сейчас я вижу, ничего особого на стриме не происходит.